Так, мы сейчас продолжаем тему Древнего Египта. Я приглашаю на сцену Николая Васютина, пока я ищу его табличку. Или кто-нибудь мне поможет ее найти, потому что я ее не вижу. Николай. Так, мы сейчас покажем вам кино, друзья. Значит, тема наша тоже древнеегипетская. Эксперимент по сверлению. Я думаю, что мы начнем с кино. Так, только я должен его вывести на экран. А потом с вами, Николай, немножко пообщаемся. Так. Сейчас. Секундочку вашего внимания. Так, наверное, можно как-то выключить свет. Получится? Так, внимание на экран. То есть, ты хочешь сказать, что вот этой штукой мы вот этот кусок гранита просвернули? Обязательно. Тогда мы приступим, собственно, к эксперименту. Вперед. Ну, собственно, самое интересное сейчас начнется. Да? Ну, давай, покажи класс. Начинаем. Устанавливаем место. Ну и все, ускоряемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Где-то мы сделали уже 48 миллиметров, даже перевыполнили немножко план. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, то есть древним египтянам требуется отдых. Поэтому, Николай, заканчивай. Давай посмотрим, что у нас наконец получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Слушай, с двух ударов. Опа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут, на самом деле, из сюжета может кому-то показать, что я работал больше всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, это не совсем так, на самом деле. Больше всех работал Николай. Кроме того, в эксперименте принимали участие Олег Кругляков, Валерий Сенмут и Владимир Морозов, который, собственно, все это снимал и монтировал. Покажи результат-то, собственно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки зажили, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, руки нет, не зажили еще пока немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот наш камешек. То есть мы его... Давай микрофон подержу, ты покажешь. Чтоб всем было видно. Да, это то, что мы высверлили. Единственное, я его разрезал, чтобы было более видно. Это гранит, точно? Ну, можете на зуб попробовать. То есть вот керн, вот само отверстие. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что ты уже лет 6 назад впервые провел такой эксперимент. Вот. Зачем ты вообще этим занимаешься? Потому что можно взять современный инструмент и там за минуту это сделать. На самом деле то, что я вообще здесь стою, это какое-то следствие определенной цепи случайностей. Потому что получилось так, что вот как раз 6 лет назад я посмотрел серию конспирологических фильмов от лаборатории альтернативной истории. Ну и даже впечатлился. Нужно сказать, впечатлился, как обычный обыватель. Но как строитель у меня возникла определенная масса вопросов. Я зашел на сайт к авторам фильма, познакомился с ними и сказал, ребята, ну это все там интересно, тут интересно, но вот здесь вот вы не правы. То есть можно было и сверлить, и пилить прекрасно медью, и даже более мягким инструментом. Ну на что меня сначала вежливо начали осаживать, потом все более круче осаживать. Ты вроде даже опубликовал статью в итоге в технике. Да, мне сказали, что ну ты просверли давай. Я взял, просверлил эту дырочку. Ну поскольку с первой дырочки там не получилось всех характерных отметин, те, что остаются на египетских отверстиях, я еще просверлил ряд отверстий, получил в точности то же самое, что есть там. То есть археологические аналоги совершенно такие же, да? Ну да, вы можете подойти потом пощупать, посмотреть эти образцы. Да. А вопрос такой, ты вот этот коловорот, ты его ведь сделал не просто так, ты его чем-то руководствовался, когда вот... Конечно, конечно. То есть изображение же есть для египетских работяг, которые сидят, крутят эти же, точно такие же коловороты. Вот, в общем-то, ну наиболее совершенный вариант этого коловорота я сделал. Там есть варианты с грузами отдельными. Ну, я, честно говоря, веревки вязать не умею, у меня эти грузы разбалтываются. И я сделал цельный из диска. Гипс такой, да? Гипсовый, да, отлил из гипса просто. А я правильно понимаю, что тебя в итоге там забанили на этом форуме? Ну, жестко забанили, даже потом разбанить не могли. И что угодно и не знаю? Что угодно и не знаю? Я знаю. Но есть статья, она была опубликована. Да, статья опубликована. Надо сказать, что большое количество просмотров было достаточно удивительной до такой статьи. Ну, мало кто вообще у нас читает сейчас так, увлекается. Ну, потому что тема-то тема. Да, только на одном из ресурсов там что-то около 100 тысяч просмотров. Скажи, пожалуйста, а что мы будем в следующий раз с тобой делать? А руки выдержат. Уже зажили почти. Ну, не знаю, можем попилить. Есть идея, на самом деле, теперь сделать медную пилу и попилить. На самом деле принцип тот же самый, но… Да, абсолютно тот же самый, потому что вот это трубчатое сверло – это не что иное, как лист, труба, то есть пила, свернутая в кольцо. То есть то же самое, бегает по кругу, технология та же самая, физика процесса та же самая, и ничего удивительного нет. И режет отнюдь не медь мягко, а режет абразив. В данном случае мы использовали корундовый абразив, добытый из кругов болгарки, просто нагревался круг, разрушался. Ну, он, я думаю, не лучше, чем природный наждак, который, оказывается, был в Египте. Вот здесь есть Олег Руляков, который перевел статью, можете с ней ознакомиться, и там показано, что наждак в Египте был. Причем, что меня лично удивило, это то, что он был найден в мягком известняке. Хотя вот по моим экспериментам известняк замечательно обычным песочком обрабатывается. То есть, если его там применяли, значит, он был доступен. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, Николай все-таки немножко инопланетянин, потому что так легко он это делал, все без перчаток, вообще ручки, как у младенца. То есть, это все не просто так. Друзья, я думаю, что сейчас несколько, пару вопросов из зала мы сделаем. Вот там вот уже рука тянется, вон, 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 видишь, Катя? Вон рука. Нам уже сказали, что все мы неправильно сверлили, коловорот у нас неправильный, дырка неправильная и так далее. Здравствуйте, меня зовут Никита. Не могли бы вы подытожить и сказать длину отверстия, которые вы проделали, чистое время работы и масса вот этого бетонного блока, который давил на гранит? Спасибо. Гипсовый, гипсовый. В этом эксперименте, который на видео, да, потому что у меня здесь еще много других есть, более ранних, да. Здесь мы просверлили 50 миллиметров гранита, ушло на это 8 часов, но чистого времени, потому что, сами понимаете… Здесь люди, кроме Николая, вообще все учились. То есть, я впервые в руки взял эту штуку. Я сам до этого взял 3 раза, специально покрутил, там, в течение, там, каждую недельку уделял по полчаса, чтобы хотя бы потом, ну, чтобы что-то просверлить. Но на самом деле, я думаю, реальное время работы было это половина, часа 4, которое было вот непосредственно то, что мы там крутили, вертели. Вес маховика? Вес маховика около 10 килограмм. Это гипсовый маховик, не бетонный. Ну, и надо еще сказать, что сама трубка на полтора сантиметра стерлась, медная. То есть, вот при 5 сантиметров гранита, полтора сантиметра медной трубки сточилась. Диаметр 50 миллиметров, и толщина стенки там была 1,8 в начале и 1,6 в конце. То есть, труба сточилась, стала тоньше. Пожалуйста. Вот молодой человек там тянет руку. Спасибо. Сергей, а собственно медную трубку вы сами делали, или она заводская? Ну, слава богу. И как это делали египтяне, такие трубки? На самом деле, она тоже раритетная медная трубка, и найти было не так сложно. Почти древнеегипетская. И нашел ее старый-старый дедушка, токарь у своих друзей, который с Советского Союза давно-давно, ну, почти со времен Египта. Насколько я знаю, вот, например, Деннис Стокс, который подобные эксперименты проводил, он там шел от начала, то есть он сооружал печку, плавил медную руду, отливал, делал в глиняной форме, потом, значит, он делал из этого какой-то лист, его сворачивал в трубку, получалась у него вот эта медная трубка. То есть мы пока что до такого не дошли, чтобы самим все делать целиком, брать там какие-нибудь египетские породы дерева. Вот это, наверное, будет следующим этапом. Так, вот там тянет руку молодой человек в зеленой футболочке. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Чтобы было более понятно, вот эксперимент, полностью вся конструкция, сколько весила вот эта Пандора? Она весит примерно 11 килограмм, вся конструкция. Да, нелегкая. Ну, я вешал, честно говоря, взвешивал я на обычных весах, на полных, на которых человек взвешивается. То есть там плюс-минус, наверное, килограмм погрешности. Так, ну, наверное, последний вопрос. Надо девушку какую-нибудь. Вот там женщина тянет руку. Вот, да, да, да. Спасибо. Алена, город Киев. Хотела бы узнать, как вам думается, удастся ли вам повторить эксперимент транспортировки какого-нибудь очень большого блока, чтобы развенчать миф о левитации? Ну, вы знаете, я еще так сильно не накачался. На самом деле, если вы готовы профинансировать этот эксперимент, мы вам сдвинем что угодно. Значит, дорогие, да, наверное, вам приз за лучший вопрос, кстати. Идите сюда. Идите сюда. Уважаемые коллеги, а у нас сейчас перерыв на кофер-брейк. Мы прервемся на 20 минут. К вашим услугам кофе, что желаете, приобретайте, книжки. Смотрите нашу выставку. Через 20 минут ждем вас здесь.